Всем привет из Эверят! Живу в деревне практически 5 лет и только пару лет всего занимаюсь бройлерами. Где же я был раньше? Сегодня мы затронем тему бройлеров. Бройлеры КОП 500. Да, и в руках у меня сейчас тоже КОП 500. Этому цыпленку сейчас всего лишь 33 дня. Бройлеров я, как правило, держу 45-60 дней. Это максимум. Больше я не вижу смысла и считаю, что это нерентабельно. Перед вами цыплятки КОП 500. Почему говорю цыплятки? Потому что им всего лишь 33 дня. Представляете себе? 33 дня и вот уже такие тушки. Самое важное в птицеводстве это найти хорошее, качественное инкубационное яйцо. В моем случае это КОП 500. Чехия, компания МАХ, я беру напрямую от практически производителя. Ну так, конечно, нельзя сказать, что я беру напрямую от производителя. Я беру без посредников. Яйцо доставляют мне автотранспортом практически до дома. И ценник с учетом доставки получается в районе 35-32 рублей за яйцо. Самое важное, когда вы планируете заниматься курицей или инкубационным яйцом каким-то, найти качественное яйцо. Это очень-очень важно. Если, допустим, сравнивать с нашей пермской птицефабрикой, такой как Сылуинская. Раньше я постоянно там брал яйцо. Но мне цыплятки не нравились. Они росли в разнобой. Допустим, один мог быть 2 кг весом, а другой 1 кг. Вот в этой партии у меня здесь больше сотни цыплят. Есть только один единственный, который, ну, так скажем, замедлился в росте. Остальные все вот такие товарищи уже приличные. Держать я еще планирую их около двух недель. Может быть чуть больше. Ну, посмотрим, как получится, какую массу они у меня наберут. Я стараюсь, чтобы тушка у меня весила в районе двух с половиной, ну, максимум, там, где-то трех килограмм. Все опять зависит от кормления. Использую я бункерные кормушки. Раньше я не использовал. Не скажу, что вот эти бункерные кормушки мне нравятся. По одной простой причине, что идет потеря корма. Все равно птицы выгребают. И где-то порядка 10% корма теряется. Ну, с этим, к сожалению, ну, пока я не нашел способа бороться в данных условиях. В данных условиях. Петя, прекращай. Вот такая у нас шикарная птичка растет. Курицы меня вообще уже достали. Не дают снять данный сюжет. То Петя хукорекает, то это он квохчик. Кошмар какой-то. Поилки я использую 3 штуки. По 10 литров. Утром и вечером полностью наливаю и меняю воду, если она осталась. Хватает ровно на ней. Теперь давайте мы произведем взвешивание. Мне самому интересно, сколько бролики весят в таком возрасте. Две пятьсот. Две четыреста девяносто. Две пятьсот весят. Две пятьсот весят. Ну что, взвешивание нам показало, что бролеры сейчас весят в районе двух с половиной килограмм. При возрасте 33 дня. Не знаю, насколько стандартный этот показатель, но меня эти цифры вполне устраивают. Если вычесть отсюда 30% отхода, который будет с птицей, то вес тушки сейчас составит в районе килограмм семьсот, где-то килограмм восемьсот в месяц. Бролеры сидят у меня на опиле. И чистил я всего лишь один раз. И до забоя больше не планирую чистить, потому что по времени я ограничен. Пространство у них здесь совсем небольшое. Я думал, что понадобится гораздо больше. Здесь примерно где-то 3 на 3 метра. Может чуть больше. Ну, 10, допустим, квадратных метров. 10-12 вот так. И здесь помещается больше сотни бройлеров. Теперь по кормам. Кормлю бройлеров я в этот раз комбикормом Богданович. ПК-5 до 30 дней. Покупал я 8 мешков. Это 320 килограмм. Но 320 килограмм, к сожалению, мне не хватило. Не хватило. Где-то на 27 день комбикорм уже кончился. Сейчас с 30 дня. Ну, с 30 дня я планировал. Но так как сюжет немножко затянулся. Чуть позже я буду с 33 дня. Я буду переходить на другой корм. Об этом я расскажу вам чуть позже уже. Я считаю, что в содержании бройлеров нет ничего сложного. Процесс инкубации может освоить абсолютно каждый человек. Чистка бройлеров у бройлеров. Ну, это вообще тут ничего сложного нет. Самое главное, чтобы вы смогли соблюсти условия выращивания. То есть должна быть оптимальная температура для птички. Это, ну, вот сейчас у меня здесь где-то 20-22 градуса температура. Чтобы не было сквозняков. И через 45-60 дней с одной тушки вы смело получите 2-2,5-3 килограмма шикарного домашнего мяса. Пожалуй, самое сложное в содержании бройлеров это забой птицы. В самом забое, в принципе, нет ничего сложного. Но ощупь отнимает немало времени у любого птицевода. К счастью, в нашем хозяйстве появилась пиросъемная машинка. Теперь этот процесс получается намного проще и легче. Еще один из минусов, на который я бы обратил ваше внимание, это время забоя. То есть, если сейчас у меня 100 бройлеров, их желательно убрать, в моем случае, за 2-3 дня. Конечно, эту процедуру можно растянуть на неделю или больше, но это максимум. Поэтому птицу я стараюсь забивать в течение 2-3 дней. Неважно, какой объем. Можно быстро ощипать, разделать, убрать. Птицу мы стараемся продавать охлажденкой. Даже не то, чтобы охлажденкой, а парным мясом. Это буквально 1-2 дня после забоя. Все, что успели продать, хорошо. Если не успели продать, идет в морозилку. Глубокие заморозки до минус 18 градусов. Замораживаем как тушками, так и по запчастям. Разделываем. Где-то, может быть, что-то пропускаем на фарш. Ценник сейчас у нас на птицу 250 рублей за килограмм. Ну, есть такое у меня впечатление, что данная цена будет подниматься, потому что все дорожает. От этого, как говорится, никуда не уйти. Все наши клиенты, кто берут птицу, очень довольны и постоянно просят «Давайте, давайте быстрее». Но, к сожалению, у нас нет возможности выращивать сразу несколько циклов. Мы выращиваем сначала одну партию. После того, как место освободилось, допускаем вторую партию. В этот раз у меня было заложено больше 140, по-моему, яиц. Здесь 100 плюс броллеров, точно уже не знаю сколько. В следующий раз я планирую заложить уже чуть побольше. В общем, ребят, секретов никаких нет. Направление очень интересное. Спрос на птицу всегда был, всегда есть, всегда будет. Да, конечно, нужно нарабатывать свою какую-то клиентскую базу. Но, как говорится, не все сразу. Москва не сразу строилась. В домашней птице нет ничего сложного. Я надеюсь, что в ближайшее время фермеров количество у нас увеличится. И практически каждый дом будет держать птицу. Потому что домашнее мясо, его просто не сравнить с магазинным. Я вам настоятельно рекомендую заниматься именно броллерами. Не какими-то там мясными курицами, а броллерами. Потому что это быстро, легко, просто. Ничего в этом сложного нет. Если вам понравился данный сюжет, ставим лайк. Подписываемся на канал. Всем спасибо за внимание. Удачи. Пока-пока. Хватит. Ну что, товарищи? Всем привет и заверят. Почти пять лет живу в деревне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова